Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте проверим сначала связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно меня или видно? Нет звука. У большинства звук... Звук не надо регулировать? Ну, по ходу вебинара, если вдруг со звуком вы услышите, что что-то будет не так, пожалуйста, мне сигнальте. Итак, благодарю всех, кто пришел сегодня на вебинар. Рада всех приветствовать. И пожелаю сначала всем физического, ну и, конечно же, финансового здоровья в наше непростое время. Поскольку на прошлом вебинаре у нас был большой запрос на рассмотрение вопросов именно по компетенциям педагогов по финансовой грамотности, то сегодня мы на этой теме остановимся подробнее. Итак, с чего всегда люблю начинать? С нормативных документов. Потому что всегда у педагогов очень большие потребности именно с нормативкой. То есть, на что ссылаться, когда мы разрабатываем программы. Образовательные программы и рабочие программы именно по работе уже с учащимися. Наши учащиеся. Ну, вот я сегодня как бы ориентируюсь все-таки в целом на финансовые компетенции. Поэтому, ну вот такой список нормативных актов. Обратите внимание, я здесь выделила второй пункт жирным шрифтом. То есть, первый пункт мы с вами уже знакомы на предыдущих вебинарах, что у нас разработана и утверждена стратегия повышения финансовой грамотности до 2023 года. У нас есть дорожная карта мероприятий, которую разработал Минфин совместно с Центробанком или с Банком России. Также в сфере образования у нас есть основной закон, федеральный закон 273 об образовании в Российской Федерации, который регулирует всю образовательную деятельность на территории Российской Федерации. И разработаны в соответствии с этим законом федеральные государственные образовательные стандарты по разным уровням образования. У нас есть, вы все прекрасно знаете, какие уровни образования. То есть, это дошкольное образование, это уровни школьного образования, это высшее образование и среднепрофессиональное образование. И также мы все с вами знаем, что у нас есть стандарт, профессиональный стандарт, педагог в сфере дошкольного, начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования. Ну и, соответственно, воспитатель-учитель. Но сегодня особое внимание я бы хотела заострить именно на плане мероприятий по реализации стратегии. Если вы скачали презентацию, вам там будет, наверное, лучше видно, если вы отдельно откроете. Потому что я сегодня делала скрины для сегодняшней презентации именно из нормативных актов. Поэтому, возможно, с экрана сейчас будет, конечно, более мелкий шрифт. Но здесь есть ссылки. То есть вы можете по ссылкам пройти и открыть сам документ на сайте Минфина. Или можете открыть его в презентации. Итак, на что бы я хотела обратить внимание. То есть вот этот весь план мероприятия, обратите внимание на дату, он утвержден 4 марта 2020 года. То есть практически чуть больше, ну, полтора месяца где-то, почти два месяца назад. И значительно этот план был подкорректирован. Потому что эта дорожная карта, она создана давно, но в нее внесены корректировки. Обратите внимание, я два пункта выделила. То есть нам не сейчас, мы ждем, посмотрите, 4 квартал 2019, 1 квартал 2020 года. Это внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты. И уже в них будут внесены уточнения, какие элементы финансовой грамотности будут рекомендоваться для включения в образовательные программы всех уровней образования. И второй пункт, с которым мы сегодня будем работать, это разработка единой рамки компетенции по вопросам финансовой грамотности. Эти рамки компетенции Минфином были созданы уже давно, но я так смотрю, они вносились в первый квартал, то есть они были скорректированы в 2019 году были. И мы с вами сегодня на них обратим пристальное внимание. Потому что именно в этих документах прописаны компетенции, на которые мы, как педагоги, должны обращать внимание. Именно с точки зрения повышения сначала своей финансовой грамотности. Таким образом, мы с вами подходим к уточнению вопроса, что же такое финансовая грамотность. Мы с вами уже на прошлых вебинарах это определение видели. В прошлых презентациях оно у вас есть. Для тех, кто сегодня присоединился впервые, извините, сразу не представилось. Еще раз говорю, что Диакова Юлия Николаевна, кандидат экономических наук, консультант, методист Центра финансовой грамотности взрослого населения, действующий консультант, методист. Итак, смотрите, давайте с вами все-таки уточним определение финансовой грамотности и уточним, как мы с вами трактуем это определение. То есть, на что мы обращаем внимание. Если немножечко вспомним из прошлых вебинаров, то у нас с вами одну из главных ролей вообще в международных, среди международных организаций, которые занимаются повышением финансовой грамотности, играет Организация экономического сотрудничества и развития ОСР, сокращенно. И при этой организации в 2009 году была создана международная сеть финансового образования. И вот этой международной сетью были выпущены принципы высокого уровня по национальным стратегиям финансового образования. И в 2015 году было подготовлено руководство по реализации национальных стратегий финансового образования, которое было основано на успешном опыте ряда стран. И вот на базе всех этих документов была и разработана стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. То есть, тот первый пункт нормативных документов, который у нас на втором слайде презентации. И вот это определение, которое вы сейчас видите, оно взято именно из стратегии повышения финансовой грамотности в нашей стране. И обратите внимание, что финансовая грамотность это не только знание, не только образование, но самое главное это достижение финансового благосостояния. В результате чего? В результате принятия успешных финансовых решений. Давайте с вами уточним, будут ли разграничения между финансовой грамотностью и финансовой компетентностью. Некоторые авторы в экономической литературе все-таки разделяют, как в зарубежной литературе, вы видите, я привела здесь трактовку именно с точки зрения зарубежной литературы. Разделяют два понятия, финансовая грамотность и финансовая успешность или компетентность. Но все вместе, если мы с вами возьмем это понятие, то мы будем говорить о знаниях, умениях и навыках. Таким образом, на мой взгляд, все-таки финансовая грамотность это больше про знания, а финансовая компетентность это умение применять эти знания на практике. То есть, как мы с вами, зная о видах финансовых услуг, умеем ими пользоваться. То есть, если мы знаем финансовые услуги, мы финансово как бы грамотны. А если мы еще умеем разрабатывать свой личный план, управлять своими личными финансами, инвестировать, быть успешными инвесторами, успешно накапливать на наши финансовые цели, то мы можем себя уже обозначать как финансово компетентными. То есть, ну вот такая позиция, это позиция не только моя, это позиция ряда экономистов и специалистов, которые занимаются именно повышением финансовой грамотности. Ну и таким образом, если в целом мы с вами объединим все эти понятия, то мы должны как бы посмотреть на человека в экономике. То есть, какой же роль играет человек в экономике. То есть, если мы объединим все знания по финансовой грамотности, то мы увидим, что это совокупность чего? Знаний, навыков, умений, установок в финансовой сфере. А также, кроме этого, у нас финансовая грамотность пересекается с психологией, с социологией. Поэтому нам важны личностные, социально-педагогические характеристики. Вот сформированность которых и будет определять, что готовность человека выполнять различные социально-экономические роли. Я так попыталась набросать самые часто встречающиеся роли человека в экономике. То есть, это производитель, то есть, товаров и услуг. В то же время, он может выполнять роль продавца. Один и тот же человек может быть как производителем одних товаров и услуг, так и потребителем других товаров и услуг. Мы с вами живем в обществе, где у нас обмен через деньги. Кроме этого, здесь выделила я потребителей, то есть, покупателей. Что-то у КАСКО не хочет работать. Ну, давайте так вот. Покупатель, производитель, продавец. Ну, это как бы, ну и, соответственно, потребитель. Вот основные роли, которые, в принципе, мы с вами выполняем все время. Потому что у нас есть потребности. Мы где-то работаем и производим какие-то товары и услуги. Ну, вот кроме вот этой роли, да, то есть, роль продавца у нас выполняют не все. А роль покупателя и потребителя финансовых услуг, практически все мы с вами в этом участвуем. Но кроме этих ролей, у нас есть еще, посмотрите, я выделила роль собственника и роль инвестора. Вот с какими компетенциями, как вы думаете, вот эти две роли связаны. То есть, в данном случае, мы потом с вами проведем, у меня там есть к вам несколько более конкретных вопросов, опрос запущу. Смотрите, собственник, кто такой собственник? Это человек, который смог, да, то есть, каким-то образом заработать на какое-то имущество, либо на финансовые активы. Путем, пути получения активов могут быть разные. Это накопление, да, то есть, просто из заработной платы. Это получение наследства, почему бы нет. Это получение, там, в подарок того какого-то имущества. И если мы говорим о финансовой компетентности, то уметь накопить и уметь инвестировать свои накопления в какие-то активы, вот это мы переходим к роли инвестора. Таким образом, когда мы говорим о разных ролях человека, то человек, кроме этого, да, то есть, вот вы сами можете добавить еще остальные роли, да, кроме тех, которые я здесь обозначила. То есть, человек может быть собственником. И человек может быть заемщиком, да, то есть, не всегда он собственник за счет того, что он заработал, накопил, инвестировал. Ну, часто у нас и сейчас очень высокий уровень у нас в стране закредитованности населения, да, потребительских кредитов. И не всегда это именно от неправильного потребительского поведения, а от финансово-экономической ситуации. То есть, часто население аккредитуется, потому что у него нет ресурсов. Особенно вот сейчас трудности у многих возникли с чем? С тем, что они до наступления вот такой ситуации, ситуации карантина, уже имели какие-то кредиты. И сейчас кредитная история, да, то есть, им необходимо получать различные справки, доказывать, что у них снизился доход и попытаться получать кредитные каникулы. Многие банки сейчас идут на это, уже принят график кредитной каникулы, если вы в курсе. Можно обратиться в банк и попытаться получить отсрочку, да, по оплате ипотечных кредитов. Это такие основные крупные кредиты. Кроме этого, все мы с вами выступаем еще в какой роли? То есть, если мы получаем какие-то доходы, неважно, это доходы от инвестиций, либо доходы от предпринимательской деятельности, от репетиторства, либо доходы просто заработной оплаты, мы все являемся с вами налогоплательщиками. Почему? Потому что мы живем в государстве, да. И государство регулирует поступление доходов, расходов, да, то есть, посредством именно налоговой системы, то есть, перераспределения доходов от своих граждан и юридических лиц, посредством различных трансфертов, пенсий, социальных, других выплат и так далее. То есть, вот эти все роли мы с вами выполняем. Когда мы переходим к исследованию уровня финансовой грамотности, а этот уровень финансовой грамотности последние годы исследования проводятся достаточно часто. Вот последнее исследование Минфина было в 2018 году. Уровень финансовой грамотности по всем странам определяется через индекс финансовой грамотности и его компоненты. Обратите внимание, что этот индекс состоит из трех компонентов. И дальше мы эти компоненты будем перекладывать на компетенции, финансовые компетенции или компетенции финансовой грамотности, как мы их будем называть. Итак, давайте пройдемся по этим трем составляющим. То есть, вот этот общий индекс, он рассчитывается как сумма значений трех частных индексов. И вот эти индексы, они строятся, то есть, они не берутся просто как мнение экспертов, они берутся по результатам проведенных исследований и опросов респондентов. То есть, разрабатываются анкеты, проводятся опросы, делается выборка и проводятся опросы респондентов. Что означает индекс знания? То есть, частный индекс знания, он отражает понимание человеком базовых свойств финансовых продуктов. То есть, что такое вклад, займ, что такое инфляция, как взаимосвязан риск и доходность. То есть, в анкете вопросники, то есть, в анкете есть вопросы, которые проверяют именно знания вот этих базовых свойств. Второй индекс, это навыки, он отражает умение человека принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни. То есть, есть такие вопросы в анкете, которые позволяют выявить навыки, умеет ли человек принимать эти взвешенные решения. То есть, как он вообще осуществляет выбор решений. И есть еще одно направление, это частный индекс установки. И он будет отражать ориентацию человека на достижение долгосрочных финансовых целей. Ну и понимание, конечно, соблюдение разумного баланса трат и сбережений. То есть, для того, чтобы достичь какие-то долгосрочные финансовые цели, ну, соответственно, у нас ограниченные ресурсы. Не важно, какой уровень у нас доходов вообще, это не важно. Когда мы говорим о финансовой грамотности, мы говорим о том, что нам придется отказаться от каких-то сиюминутных желаний, планировать свои доходы и расходы таким образом, чтобы достичь долгосрочных финансовых целей. Ну и, соответственно, мы будем понимать этот уровень. Так вот, когда мы говорим о уровне финансовой грамотности по индексу финансовой грамотности, вы видели 12,1 уровень у России в 2018 году, максимальный балл мы могли набрать 21. То есть, мы какой можем сделать вывод? Да, мы не на последнем месте, если брать 20 стран, среди которых было проведено это исследование, но и не на первом, мы на девятом месте. А значит, мы пока можем сделать вывод, что уровень финансовой грамотности все-таки характеризуем как низкий. Почему? Потому что у нас пока преобладают стратегии кредитования, то есть заемные стратегии над заберегательными. У нас пока осведомленность потребителей все-таки об особенностях пользования различными продуктами и услугами не настолько велика. И поэтому все-таки проблема разработки масштабной программы финансового образования актуальна на сегодняшний день. И вы видите по нормативным актам, что у нас в дорожной карте на всех уровнях образования вводят финансовую грамотность. То есть, обучение финансовой грамотности. Почему? Потому что дети и подростки находятся в наибольшей зоне риска в отношении вопросов финансовой грамотности. И безопасности. И родители в большинстве случаев не могут их обучить этим основам. Почему? Просто из-за отсутствия достаточного уровня знаний в этой области. Поэтому и Минфин, и Банк России, и правительство России идет другим путем и пытается внедрить финансовую грамотность во все уровни образования. Для того, чтобы повысить мотивацию, как учащихся, так и преподавателей всех, очень много проводится различных профессиональных конкурсов, тематических олимпиад. Ну, например, да, вот из последнего конкурса. Сейчас я вам в чат ссылочку сразу сброшу. Можете зайти, посмотреть. Так, ставить. Дошло. Смотрите, можете открыть. Это конкурс будет с 20 мая. Стартует открытый чемпионат Москвы. Единственное, я не заходила, не регистрировалась. Не знаю, только ли он для города Москвы или можно поучаствовать всем. А чемпионат называется «Финансовые компетенции учителей». То есть, такие чемпионаты не настолько распространены. То есть, я, например, сталкиваюсь, ну, как бы несколько таких мероприятий видела. То есть, в основном у нас различные конкурсы для учащихся, для школьников, для, допустим, там студентов по финграмотности, для просто населения различные мероприятия. Но, вот, с точки зрения финансовых компетенций учителей, мы, как бы, вот, подходим как раз к этой теме и видим, что она актуальна. И, причем, по ссылке, посмотрите, я видела, что там есть демоверсия. То есть, вы можете просто потренироваться, даже не участвуя в основном конкурсе, хотя бы просто посмотреть, что вообще проверяют именно с точки зрения финансовых компетенций учителя. Ну, и что мы видим? Что все-таки приходим к выводу, что огромную роль отводят в формировании финансовых знаний, финансовой грамотности населения именно педагогу всех уровней образования. Ну, то есть, вам, коллеги. И мы говорим о том, что, возвращаясь к нашей дорожной карте, к нашему плану и к пункту 1.3, то есть, разработка единой рамки компетенций, они были разработаны в 2015 году, они редактировались, они все время меняются. Вы можете зайти по ссылкам, так вот, я только не помню, в презентации есть, сейчас я вам эту ссылочку сброшу, чтобы вы сразу открыли документ, потому что дальше... Сейчас, секундочку, потому что дальше у нас мы пройдемся по этому документу. Сейчас я введу пояснение. Так, я думаю, вот из чата дошло. Нет, просто сейчас спущусь. Так, коллеги, давайте договоримся, если какие-то вопросы лично мне будут, да, можно их помещать не в общий чат, а во вкладочку «Вопросы», хорошо? И я тогда в конце вебинара постараюсь на них ответить. Так, итак, ссылку я вижу. С телефона нет звука. Ну, коллеги, просто достаточно большое количество участников, и поэтому пытайтесь обновлять странички, либо там где-то разрешение, может быть, не поставили. Итак, смотрите, Минфином разработана система, или так называемая рамка финансовой компетентности взрослого населения, это та ссылка, которую я вам дала, и система финансовой компетентности для учащихся школьного возраста. Причем, учащиеся школьного возраста в данном случае рассматриваются с точки... То есть, только возраст 15-18 лет, то есть, достаточно уже сознательные. И вот эти базовые компетенции делятся на предметные области финансовой грамотности и включают в себя 9 предметных областей. Доходы, расходы, финансовое планирование, бюджет. Ну, давайте кратко пройдемся по каждой области. Что такое доходы и расходы? Мы говорим вообще здесь именно о личных доходах и расходах семьи, о различных источниках и видах их формирования. Ну, то есть, допустим, и школьники, ну и, соответственно, взрослые люди должны четко понимать, чем, например, отличается пособие, социальное пособие от зарплаты, либо, допустим, от дохода предпринимателя. Какова структура расходов семьи? Какие расходы идут в налоговую систему? То есть, какие налоги уплачивает семья? Да, ну, давайте с вами как бы так, просто для личных доходов, ну, допустим, да, то есть, да, основной доход это заработная плата, допустим, мужа и жены. Дальше, основные виды расходов и заработной платы мы какие налоги платим? Кто-нибудь может так ответить на вскидку? Ну, я думаю, что все, да, если кто получает заработную плату, знают, хотя мы и не являемся, да, правильно, вот вижу НДФЛ, да, хотя мы и не являемся как бы плательщиками напрямую, за нас платит налоговый агент наша организация, которая выплачивает нам доход, то есть, это в соответствии с налоговым кодексом, мы не платим НДФЛ, если получаем доход от юридического лица. НДФЛ платит именно это юридическое лицо за нас, но вычитая из нашей заработной платы, то есть 13% НДФЛ. Дальше, если у семьи есть собственность, да, мы уже говорили, это может быть участок земли, это может быть дом, это может быть квартира, это может быть, ну, давайте, вот имущество, да, что относится к недвижимому имуществу, это все облагается налогом на имущество по кадастровой сейчас стоимости. То есть, мы являемся плательщиками налога на имущество, если оно у нас есть. Дальше, если есть транспортное средство, то есть машина, да, то есть мы являемся тогда плательщиками чего? Транспортного налога и так далее. Какие еще у нас есть расходы первоочередные? Ну, я думаю, что это коммунальные расходы, правильно? Первоочередные, я имею в виду, связанные с имуществом, с тем, где мы проживаем. Правильно, правильно, да. Вот у кого-то лодки есть, то это тоже транспортный налог будет. Так, коммунальные. Кроме того, чтобы жить и, ну, вообще быть здоровым, да, нам нужно питаться. То есть расходы на питание относятся к первоочередным, да, может быть, я чуть-чуть ошиблась, я бы так разграничила. То есть, в первую очередь питание, вторая очередь коммунальные. Но они здесь вот на таком уровне балансируют, и наше государство не дает нам расслабляться, да. Но вы все знаете, что, допустим, на портале госуслуг вы можете зайти и посмотреть, какие есть субсидии, какие есть льготы, вот по всем этим налогам в вашем регионе. То есть, если вы заходите на портал госуслуг через личный кабинет, то у вас в личном кабинете вы можете получить эту информацию. То есть, если вдруг какие-то сложности возникли, ну, можно попытаться получить эти виды льгот. По крайней мере, увидеть, что они есть, да, и посмотреть, какие документы нужно для этого собрать. Потому что любая льгота требует документального подтверждения и, ну, достаточно иногда сложного. Кроме этого, смотрите, что еще по доходам и расходам, если мы вот по предметным областям идем. То есть, вы должны знать, что если вы заплатили НДФЛ, то вы имеете право какое? Я думаю, что все тоже знают, что у нас есть установленный налоговым кодексом право на вычет. Стандартный налоговый вычет, это делает вам организация, да, если у вас есть еждивенции, ну, и некоторые другие там направления. И у нас есть социальные вычеты. У нас есть вычет на обучение, вычет на лечение, да, то есть основные. И у нас есть имущественный вычет, налоговый вычет. То есть, если вы приобретаете в собственность, там, квартиру, допустим, либо приобретаете дом, либо строите дом, вы можете получить налоговый имущественный вычет. Но эта тема вообще отдельная и глобальная, да, то есть по вычетам там целый курс можно сделать. Я сейчас просто пытаюсь вот как бы обзорно обозначить, что мы должны быть финансово грамотны, структурировать наши доходы и расходы. И самое главное, это контроль за нашими расходами, потому что доходы, конечно, проще собрал и все. А вот за расходами очень сложно отследить, поэтому здесь лучше как бы составлять такой личный финансовый, уже подходим мы к личному финансовому плану и бюджету. То есть, второе направление, финансовое планирование, бюджет. То есть, мы четко должны понимать, как мы можем спланировать, если дом построен, не куплен. Ну да, можно, но еще раз говорю, это отдельная вообще тематика, именно уже глобальная финансовая грамотность. Я сегодня вам там покажу порталы, если будет интерес, мы в конце темы чуть-чуть на этом остановимся, хорошо? Так, если дом построен, то можно, но нужно все документы собирать на строительство этого дома. Так, теперь финансовое планирование, смотрите. То есть, мы четко должны понимать, как вести свой личный бюджет, да, то есть в краткосрочной, долгосрочной перспективе. Ну и как попытаться соотнести свои потребности и расходы и попытаться поставить что? Личные финансовые цели, краткосрочные, долгосрочные, сегодня тоже о них поговорим. Личные сбережения. Это вообще круг вопросов, который нас погружает в различные виды сберегательных продуктов, так если их назвать. То есть, здесь у нас есть что? Ну и самое из простого. Это депозиты, да, то есть, ну или вклады, как мы их называем. Но не всегда, но как бы гарантированный вклад у нас какой сейчас государством? То есть, государство нам сейчас в страховании, в государственной системе страхования вкладов говорит о том, что какая величина вклада у нас застрахована. То есть, миллион четыреста. Не буду вас томить, да, то есть, я думаю, что многие знают. Скрипит что у всех? Так лучше? Ну, к сожалению, как бы звук проверяли. Возможно, на платформе могут какие-то не скрипит. Ну, хорошо, спасибо. Видимо, я слишком близко микрофон поставила, я могу чуть-чуть его отодвинуть. Итак, смотрите. У нас есть государственная система страхования вкладов. Когда государство нам сейчас, в принципе, гарантирует, что при банкротстве, там, допустим, банковской организации, мы можем вернуть наш вклад в максимальном размере миллион четыреста. Ну, то есть, все, кто подпадает под этот размер, в принципе, государство нам гарантирует возврат этот вкладов, потому что есть система страхования вкладов. Кроме этого, сейчас, 21-го года, да, нужно тоже помнить, что государство ввело что? То есть, налогообложение вкладов будет отдельно НДФЛ именно, если вклад свыше чего? Миллиона рублей. То есть, сумма свыше миллиона рублей отдельно будет подпадать под налог на доходы физических лиц. Тоже отдельная тема. Теперь идем дальше. Кредитование. То есть, вот здесь, в этой теме нам важно понимать общие принципы кредитования, условия кредитования, как сравнивать различные кредитные продукты, как вообще пользоваться кредитными картами, чем они отличаются от кредита банка, если вы без карты его получаете. Очень важно уметь читать кредитные договоры, которые очень хитро составлены, да, то есть, часто, сейчас, ну, большинство банков перешло на разные хитрости и прячет это все в кредитных договорах. И не обязательно это будет мелким шрифтом, да, то есть, нужно понимать, как вообще рассчитываются ставки по кредитам и вообще понимание последствия долга и ответственность за невыполнение кредитных соглашений. Вот в данном случае сейчас, вот в настоящее время у нас наложен мораторий на объявление банкротства юрлиц, но не наложен мораторий на объявление банкротства физлиц. Есть такое понятие, да, что физлицо может объявить себя банкротом, и многие не до конца понимают, то есть, почему-то такое понимание, что, а, взял кредит, да, ничего страшного, объявлю себя банкротом. Но там очень много юридических последствий, вот в этом принятии решения при объявлении банкротством, и, ну, не всегда это возможно. Дальше идем к теме инвестирования. Что здесь, на чем здесь нужно остановиться? У нас должны с вами быть основные знания вообще, что такое инвестиция. Ну, то есть, понятие инвестиции. У нас есть закон об инвестиционной деятельности и кап-вложениях, но у нас нет закона о финансовых инвестициях. То есть, у нас инвестиции на финансовых рынках, это отдельная тема, и у нас один финансовый регулятор в стране, да, сейчас это Банк России. Вот на сайте Банка России мы можем познакомиться вообще со всеми видами кредитных организаций и финансовых организаций, то есть, общее направление. Что такое инвестиция? Ну, я думаю, что это понятно, да, то есть, это вложение наших ресурсов с целью получения прибыли. И вот здесь очень важно понимать, что чем выше вам обещают прибыль, чем выше процент, тем выше риск. Да, то есть, вот это всегда взаимосвязь, степень риска. И почему-то очень многие пытаются участвовать в финансовых пирамидах, да, у нас их очень много, и мошенники сейчас не дремлят, и они развивают все новые и новые технологии. То есть, и народ наш очень любит, да, покупаться на эти технологии, забывая о финансовых пирамидах МММ и так далее. Сейчас очень много пирамид, в том числе в сфере образования, очень много курсов, где вы являетесь как бы просто вкладчиком для того, чтобы другие могли получить деньги. Поэтому здесь, в данном случае, нужно всегда взвешивать вашу потребность в этом доходе дополнительном и смотреть сразу на процентный доход, какой вам обещают. Чем выше вам обещают этот процентный доход, и если он не коррелирует с рынком, да, ну, о чем я говорю сейчас. Ну, допустим, там процент по депозитам 5%, да, процент там, деньги, ну, грубо говоря, там, доход от сдачи недвижимости в аренду, ну, средний, допустим, там, ну, до 10%, хотя он сейчас тоже очень сильно упал, то есть вы должны взвешивать, а вам предлагают 20% не годовых, а вообще там месячных. Ну, то есть, когда вам предлагают, чем выше процент, и еще, допустим, там, его разбивают в день, там, или в год, часто очень бывает, там, 5% в день, обещаю. Ну, это сразу можно уже дальше не рассматривать, да. Я на прошлом вебинаре бросала ссылку, как не попасться вообще на уловки финансовых мошенников на сайте, на портале финансовая культура. Это портал, который создан Центробанком. То есть, пожалуй, для чего нужно знание инвестирования? Для того, чтобы оценить степень риска вообще инвестиционного продукта, ну, и, соответственно, грамотно принять решение. Что такое страхование? Здесь мы уже говорим о хеджировании рисков, да, то есть мы должны понимать основные принципы страхования, для чего мы должны страховать продукты. И самое главное, у нас, когда мы идем, ну, допустим, оформлять кредит, да, то есть, ну, возникла потребность в заемных ресурсах, то обращайте, пожалуйста, внимание на то, что предлагают банки. Сейчас уже, кстати, Центробанком принято постановление о том, что банки не должны навязывать, да, то есть, дополнительные финансовые услуги. То есть, когда мы идем получать какую-то одну финансовую услугу, нам пытаются навязать еще ряд услуг. Страхование вкладов, страхование кредита, страхование там жизни и ответственности. Есть обязательные виды страхования, то есть, когда вы берете, допустим, ипотеку, то у вас просто в обязательном порядке вы должны будете застраховать свою жизнь. Но если вы берете потребительский кредит, то не всегда нужны дополнительные страховые продукты. И нужно сразу учитывать условия страховых выплат в случае наступления страхового случая, потому что не всегда страховые компании тоже добросовестно относятся к нам, как к потребителям финансовых услуг, и не всегда нам выплачивают, да, то есть, они будут доказывать, что страховой случай не наступил. Поэтому в данном случае, что такое страхование? Ну, вот основы этих страховых продуктов и как на основе этих страховых продуктов строить свои жизненные цели при наступлении различных жизненных обязательств. Да, совершенно согласна, Юлия Александровна, договор читать внимательно всегда. Но самое главное, понимаете, мы можем читать договор, но не всегда понимать суть этого договора. Поэтому, если вы чего-то не понимаете, то в данном случае я бы вам посоветовала рекомендацию самого богатого инвестора, да, вообще в мире, у Уорена Баффета, что если вы не понимаете, то лучше не инвестировать. То есть, если вы не понимаете, куда вы собираетесь складывать деньги или для чего вы их собираетесь отдавать, то лучше этого не делать. Вот сейчас, да, и Банк России, еще раз говорю, уже обязал коммерческие банки отказаться от практики, когда их работники банков зарабатывают на предоставлении дополнительных услуг. То есть, чем больше доп.услуг продадут к финансовой услуге, тем выше у них оклад будет, да, ну там премии, надбавки. Вот сейчас надеюсь, да, что у нас будет меньше навязывания, потому что, ну, как бы задавать вопросы, если вы их будете задавать банковскому работнику, сразу говорю, не всегда вы получите, к сожалению, хотя должно быть по-другому, не всегда вы получите вот полный и однозначный ответ, который будет на вашей стороне. Поэтому важно еще изучать тему риски и финансовой безопасности, то есть, это ключевая область финансовой грамотности. Почему? Потому что нужно четко представлять, что когда вы пытаетесь что-то инвестировать или сберегать, всегда сопутствуют риски. Ну и мы уже говорили, чем выше доходность, тем выше будет риск. И не забывать о восьмом направлении, о защите прав потребителей. То есть, у нас есть права и обязанности, да, то есть, потребители вообще на финансовом рынке, и не только на финансовом рынке, а вообще у нас действует защита прав потребителей в целом. Но мы не всегда знаем свои права. Ну, основные там, вот, думаю, что все знают, да, то есть, возможно, что мы можем вернуть продукт в течение 14 дней, и то не все продукты. Что мы с вами можем сложный технический продукт вернуть в течение 45 дней, ну и так далее. То есть, вот эти наши финансовые права, мы не всегда с ними знакомы. Поэтому сейчас очень много различных образовательных направлений. Говорю о том, что они бесплатные абсолютно. То есть, это и на сайте Банка России, на сайте Министерства финансов. Созданы различные образовательные продукты, не на самих сайтах, а мы сейчас, ссылки там у меня есть, презентации на предпоследней страничке. То есть, и на сайте общества защиты прав потребителей и так далее, тоже есть различные образовательные продукты. Ну вот, да, отлично. То есть, я думаю, что Елена Васильевна у нас знает, да, то есть, вот эти образовательные направления. Так, и, соответственно, смотрите, общее знание экономики, азы финансовой арифметики. Ну вот, без математики мы как бы никуда. Не просчитать структуру, да, процентов по кредиту и платежей по кредиту. Не просчитать, сколько нам нужно, допустим, откладывать в месяц, чтобы накопить какую-то сумму. То есть, это все должно основываться на базовых знаниях финансовой математики, ну или финансовой арифметики, как ее обозвали в карте компетенций. Ну и, соответственно, нужно знать, как учитывать инфляцию, как признать основные представления о налоговой системе, о пенсионной системе, системе государственного страхования. Ну и разделение, да, знание именно финансовой ответственности между государством и потребителем. Ну вот, да, согласна Людмила Васильевна, что нужно все проверять самим, потому что, ну вот, доверяй, но проверяй, да, русская пословица, она всегда актуальна. Итак, вот дальше, смотрите, с этим вы можете ознакомиться вот по той ссылке, которую я вам сбрасывала, то есть, компетенции по финансовой грамотности для взрослого населения. О чем я здесь хочу сказать? Смотрите, каждая из предметных областей финансовой грамотности разделена на три... Да, плюсы и минусы есть во всех продуктах, но вот нам важно учитывать, что минусы тоже есть и не поддаваться на соблазны, правильно, да, Рита Ивановна. Итак, смотрите, в свою очередь, каждая из предметных областей финансовой грамотности разделена на три составляющих. И эти составляющие перекликаются с чем? С индикатором уровня финансовой грамотности, да, то есть, то, о чем мы с вами говорили. Вот здесь не совсем удобно, да, по слайдам. Сейчас мы вернемся. Смотрите, так, сейчас, секундочку. Вот с индексом финансовой грамотности, то есть, знаниями, умениями, навыками и установками. Вот как раз-таки эти карты компетенции, она накладывается потом на проверку вот этого индекса финансовой грамотности. И мы с вами говорим о том, что у нас есть знания, понимания, так, попытаюсь, давайте тогда карандашиком, да, знания и понимания, один уровень, умения и поведения и личные характеристики и установки. И здесь мы видим, смотрите, я здесь привела именно компетенции финансовой грамотности для взрослого населения. Обратите внимание, что здесь два уровня, базовый и продвинутый уровень. И вот они, 9, да, направлений. Доходы, расходы, дальше у нас там сбережения, кредитования, финансовое планирование и так далее. Я здесь их как бы на отдельных страничках поместила, но думаю, что с этим у нас просто рамки вебинара ограничены временем, поэтому с этим вы как бы познакомитесь более подробно самостоятельно. Но что я хочу сказать по поводу этих рамок компетенции финансовой грамотности. Обратите внимание, что у нас, да, презентация у вас, она в доступе, вы можете ее скачать, Агния Александровна. У нас с вами есть базовый уровень для взрослого населения. И он идентичен, я сейчас вернусь вот к рамкам финансовой компетентности. Смотрите, их две созданы. Рамка финансовой компетентности взрослого населения и рамка финансовой компетентности для учащихся школьного возраста. И вот базовая рамка финансовой компетентности взрослого населения, она полностью совпадает с компетенциями финансовой грамотности школьников. Для чего я привожу, да, вот эти компетенции? То есть, чтобы преподавать даже основы финансовой грамотности, даже в детском саду, мы с вами сами должны быть финансово компетентными в этих темах. По детскому саду, вспоминаем, на прошлом вебинаре мы с вами определили основную тематику. По школьникам мы еще на первом вебинаре говорили по разным уровням школьного образования, какие направления школьники изучают. Вот данный подход сейчас больше именно ко взрослому населению, именно... Так, сейчас отодвинула, просто меня попросили сегодня погромче включить, было плохо слышно. То есть, у нас с вами, нам нужно сформировать, как преподавателям, именно базовые компетенции взрослого населения. И важно понимать, да, что мы будем знать. То есть, вы ориентируетесь вот на колоночку базовых компетенций. Вы видите предметную область в доходах и расходах, что вам нужно понимать, да, то есть, вот оно понятие. Что вам нужно уметь и какие установки, да, личные характеристики установки вы можете делать, да. То есть, какие финансовые решения вы будете принимать. И точно так же я прошла по каждой компетенции. Их у нас 9 предметных областей. Так, секундочку, одну неправильно пронумеровала, да. То есть, последняя область это знания экономики, азы финансовой арифметики. Давайте мы с вами, я подготовила тут пару опросов к вам. Давайте мы пройдемся вот по такому опросу. Я сейчас вам, это один из вопросов программы финансовой грамотности взрослого населения. И как раз таки проверяя тазы, знания финансовой арифметики. Я запускаю сейчас опрос. Попробуйте быстро, да, то есть, примерно сориентироваться и выбрать правильный ответ. Ну, давайте минутки три у нас на опрос. И в чате просто написать, какой формулой мы вообще пользуемся из финансовой математики. Ну, вот да, мнения разделились. По крайней мере, я вижу, что вы интуитивно, да, понимаете. Но вот кто-то, кто-то полез не совсем туда, но попытался. То есть, вам, смотрите, нужно купить машину через три года, которая стоит 340 тысяч. Это будущая стоимость машины, то есть, она стоит в будущем 340, то есть, в настоящем 340 тысяч. Теперь нам нужно накопить. Мы будем деньги в банк, да, на депозит помещать. И как нам рассчитать? Ну, вот я вижу, что 68 уже процентов, да, 70 даже присутствующих ответили правильно. Возможно, вы уже проходили эти тесты. Эти тесты размещены на портале в Дружи с финансами. Там есть курс по финграмотности. Он очень элементарный. Все вебинары у нас есть в записи. Если вы зайдете на Директ Академию, Милана Саидаевна, то все вебинары предыдущие есть в записи на YouTube-канале. Размещает Директ Академия. И там прямо на сайте есть запись, ну, как бы ссылочка на запись вебинаров. Итак, смотрите. Вы достаточно большие молодцы. Да, сейчас останавливаю опрос. Вам видно результаты опроса? Если не видно, я сейчас вам эти результаты скопирую. Давайте помещу. Не видно, да? Сейчас я вам помещу файлик. Так, создать новый документ. Ну, вы меня порадовали, потому что 93, 63 процента, да, прессу 93 человека, 63 процента из тех, кто проходил опрос, ответили правильно. Это 8262 рубля. Правильный у нас ответ. Так. Ну, в принципе, я вам уже ответ озвучила, да, я думаю, что... То есть, те, кто ответил 284 тысячи, возможно, просто не совсем внимательно прочитали. То есть, у нас было, спрашивалось, сколько в месяц нужно человеку откладывать, чтобы накопить 340 тысяч рублей. Смотрите, коллеги, я вам поместила формулы. Вот сейчас у вас должно появиться там, где презентация, скачать еще название документа сайт Дружи с финансами. И там выдержка из первого урока курса по финансовой грамотности. Я оттуда брала этот тестовый вопрос. То есть, мы с вами, ну, как бы попробовали, да, просчитать. Ну, вы интуитивно, я сомневаюсь, что вы пользовались сейчас формулой, но даже на интуитивном уровне вы примерно ответили правильно. Можете зайти в этот файл и посмотреть, какие формулы применяют при расчете накоплений. Ну, сразу скажу, это формула чего? Финансовой ренты. Смотрите, мы с вами, кроме этого, я вот вам тут ссылочку, да, то есть, я люблю опросы всякие и сама проходить, и создавать. Но сегодня, к сожалению, не успела, хотела создать вам в Google формах опрос, но я думаю, что в следующий раз создал. Вы можете посетить сайт портала, то есть, адрес портала «Хочу, могу, знаю» по финграмотности. И вот, видите, вот эти все квадратики, это все тесты, онлайн-тесты по финансовой грамотности. Именно по, здесь, тематика, как уберечь себя близких от финансовых проблем. Поэтому, ну, рекомендую поизучать, то есть, ваше знание усилится. А сейчас, коллеги, кроме этого, смотрите, ресурсы, какие ресурсы я вам сегодня предлагаю. И таким образом, когда мы с вами изучим компетенции, более глубоко в них вникнем, то мы увидим, что без самостоятельного изучения, да, ну, либо изучения на курсах повышения финансовой грамотности мы, в принципе, не сможем объяснить детям, не дать знаний ни о финансовых продуктах, ни о видах кредитования и так далее. Если мы говорим о взрослом населении, то для взрослого населения разработаны различные программы. Одна из таких программ повышения своей финансовой грамотности, это на портале Дружи с финансами. Разработал эту программу Минфин и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав человека. От Банка России это портал финансовая культура, то есть, там тоже мы можем повысить свою финансовую грамотность. Теперь, для школьников младше 15 лет. Мы на прошлых вебинарах, вот с вами, в принципе, охватывали именно категорию школьников и дошкольников. И я очень много материалов сбрасывала в презентациях. Поэтому, ну, как бы, на что ориентироваться? Те, кто не был на наших вебинарах, и еще раз могу напомнить, что для школьников младше 15 лет, ну, и 11-ти классников там тоже, в том числе, есть учебно-методические комплексы от Центра повышения финансовой грамотности Высшей школы экономики. У них создан Центр повышения финансовой грамотности, и учителя школьные могут там пройти повышение финансовой грамотности и воспользоваться материалами. Для преподавателей вузов обычно ориентир идет на Центр повышения финансовой грамотности МГУ. У них, ну, достаточно сильная программа именно для повышения преподавателей вузов. И дошкольные педагоги, вот, они, к сожалению, остаются неохваченными, да, и у них на прошлом вебинаре я их отправляла к методическим материалам Министерства просвещения на портале Минпросвещения, ну, и, соответственно, на методические комплексы Банка России. То есть, вот эти все материалы. Но еще раз вас возвращаю, что непосредственно повышение финансовой грамотности нужно самому педагогу, то есть повысить не просто методически свой уровень, а именно основы финансовой грамотности по разным темам. Коллеги, у меня к вам еще пара вопросов. Я не могу определиться с темой, я запускаю опрос, пройдите, пожалуйста. Это темы следующих вебинаров, да, мне нужно на 19 мая определиться с темой вебинара. Помогите, пожалуйста. То есть, какие темы вот на ближайшее время вам интересны? Потому что у нас здесь аудитория, я понимаю, в большинстве своем это именно дошкольные педагоги, поэтому я как бы тематику вебинаров ориентирую на эту категорию. Сертификат это к Татьяне Викторовне. Обращайтесь, я думаю, что он там автоматически как-то генерируется. Так, сейчас я открываю пока вкладку «Вопросы для дошкольников». Для дошкольников у нас будет информация, но в следующих вебинарах, вот как раз таки, Анастасия Андреевна, мы определяемся. Я сейчас уже на вкладке «Вопросы» пошла с первых вопросов. Определяемся с тематикой. Ну да, игры и сказки в обучении детей финансовой грамотности побеждают. Да, тема, но личные финансы будете сами осваивать, правильно? Личный финансовый план. Ну, я вижу, да, вы могли добавить еще и свой вариант ответа. Так, вот я почему-то не вижу свои варианты, кто как ответил. Спасибо огромное, что поучаствовали в вопросе. Так, сейчас я его себе сохраню для того, чтобы создать тематику вопросов. Так, и у меня к вам еще одна просьба. Я хочу просто изучить интерес. Есть интерес или нет, стоит ли разрабатывать курс повышения финансовой грамотности для педагогов дошкольного образования. Пожалуйста, вот я предложила такие варианты ответов. Будет ли это интересно и кто готов учиться на курсе. То есть, мне такое изучение спроса на обучение. Потому что именно дошкольная финансовая грамотность, она охвачена в различных методических направлениях. Но вот в центрах повышения финансовой грамотности нет такого охвата. То есть, охвачены школьные педагоги и вузовские педагоги. Спасибо большое за вопрос, за то, что отвечаете на вопросы. И для тех, кому интересно общение именно с точки зрения педагогов, я вас приглашаю участвовать в дискуссиях, обменах опытом. Ну и вообще, как бы, познавать все новое. Я буду стараться в этой группе выкладывать все интересные материалы. Это группа «Финансовая грамотность для педагогов». Вот ссылочки я сейчас вам в чат еще сброшу. Носики пожарные, чтобы как бы проще, пока вы отвечаете на курсы. Потому что как-то они там у меня прошли. Я вам в чат сброшу. Присоединяйтесь, потому что на те вопросы, которые я не смогу ответить на вебинаре, я могу постараться по этим материалам разместить в группе. Вот она ссылочка на группу в Фейсбуке. Но если вас нет в Фейсбуке, мы можем с вами встретиться. Это та же самая группа будет. Я буду дублировать материал ВКонтакте. Так, сейчас, секундочку. Не скопировала сразу я эти ссылки. Так, потому что я создала параллельную группу ВКонтакте. Потому что я знаю, что не все педагоги, особенно дошкольные, в Фейсбуке. Ну вот я еще сбрасываю ссылочку на ВКонтакте. Если интересно, присоединяйтесь. Спасибо большое за вопрос. Готовы учиться на курсе у нас 64 человека. В принципе, тогда можно заняться разработкой курса. Коллеги, спасибо огромное. Благодарю вас за внимание. Сейчас я еще на вопросы попробую бегло. Если я не успеваю отвечать на вопросы, приходите в группу. Мы с вами будем общаться и отвечать. Педагоги ДО могут поучаться в данном конкурсе. Вот не знаю, честно, потому что буквально вчера я ссылку посмотрела. Обращайтесь к организаторам, посмотрите. Мне кажется, там были написаны дошкольные педагоги. Это я отвечаю сейчас Виктории Леонидовне про конкурс финансовой компетенции учителей. Так, Инесса Борисовна, возможно, я буду уточнять. Вы имели в виду разве не миллион семьсот? Сейчас в условиях пандемии все быстро меняется, поэтому я постараюсь на следующем вебинаре точные данные по страхованию вкладов. Или, по крайней мере, ссылки на источники. Так, еще у нас были вопросы. Можно презентацию с прошлого вебинара по дошкольникам? Можно, но только я не знаю, как вам сейчас ее переслать. Я сюда боюсь, она уже не загрузится сейчас. Я ее не смогу так быстро найти. Ну, хотите, присоединяйтесь, либо в профиль, в личку в Фейсбуке постучитесь. Вот у меня я вам профиль после моей электронной почты. Но на электронную почту боюсь, чтобы спам не убежал, а лучше через личку в Фейсбуке, пожалуйста. Обращайтесь, я сброшу презентацию, если у Татьяны Викторовны не сохранилась. Либо давайте заходите в группу, присоединяйтесь, я размещу презентацию в группе. Так, ну, как бы таких вопросов больше не вижу. Есть еще какие-то вопросы, я сейчас в общем чате. Так, спасибо всем огромное. Благодарю всех за внимание. Ну, и жду вас на следующем вебинаре 19 мая. И, если есть желание, присоединяйтесь к нашим дискуссиям, к нашей группе «Финансовая грамотность для педагога» ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Спасибо огромное, коллеги. Рада была с вами общаться. Субтитры создавал DimaTorzok